На своем ТВ главные новости региона. В эфире информационная программа «День» в студии Илья Захаров. Здравствуйте. И вот самое важное к этому часу. ЖКХ, дороги, здравоохранение. Вот самая популярная тема для обращений к главе региона. Сколько вопросов уже поступило на прямую линию с губернатором края. Дворец культуры, парк и туристическая тропа. Как обновился железноводск в уходящем году. Хватит ли на красную икру? В Росстате подсчитали, во сколько обойдется Ставропольцам новогодний праздничный стол. Сегодня в 17.45 на нашем канале прямая линия с губернатором края Владимиром Владимировым. Тысяча обращений уже поступили на наши телефоны и мессенджеры. Люди жалуются на ЖКХ, здравоохранение, благоустройство. Тем временем в нашей студии активная подготовка к этой прямой линии. Чего ждать от масштабного медиасобытия, расскажет Вадим Москаленко. Уже вторые сутки студия своего ТВ преображается. Еще бы, нужно, чтобы главе региона в онлайн-режиме в течение нескольких часов звонили, писали всеми возможными способами. Сообщали вживую все проблемы. И в то же время, чтобы глава региона мог лично позвонить, например, министру и выяснить, в чем проблема. И все это в деталях увидит наш зритель. А в некоторых городах и селах даже писать и звонить не потребуется. Наши съемочные группы организуют прямую линию с Владимировым у них дома. Будет у нас в четырех точках по краю стоять съемочные группы, где будет идти наш эфир. То есть зрители будут видеть то, что происходит в студии и общаться с губернатором. Прямые включения ожидаются также из нашего колл-центра. Это место, куда стекаются тысячи обращений граждан со всего края. Наши специалисты принимают ваши звонки уже больше десяти дней. Мы записываем проблему, чтобы передать их губернатору конкретно в эту минуту. Уже понятно, какие темы лидируют. Дороги. Это всесезонная тема. Либо мы говорим про ремонт дорог, либо есть поселки, где в принципе нет дорог, и люди в них очень нуждаются. Также жителей волнует тема жилищно-коммунального хозяйства. Здесь и услуги, и цена на услуги, и мусорная реформа, и переселение из ветхого аварийного жилья. Ну а откроют зимнюю прямую линию итоги линии летней. Большой сюжет о том, как разрешились проблемы людей, о которых они рассказали губернатору еще в августе. Людям вернули деньги и работу, или жидольщики крова на Весентуках, чей дом наконец-то начали достраивать. После прямой линии с Владимиром Владимировичем у нас значительно ускорилось строительство. Во время этой прямой линии в студии будет много гостей. Мы пригласили в студию, на мой взгляд, очень интересных людей, каждый со своим жизненным конкретным вопросом. Они вместе с губернатором подведут итоги 2018 года, расскажут о том, что произошло. В их жизни и сформулируют какие-то задачи перед главой края, что можно сделать совместно. И на мой взгляд, это тоже очень важный момент. Это прямая линия третья за год. Таким образом, глава края держит слово о том, что подобный формат будет проходить раз в квартал. Вадим Аскаленко, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Декабрь – это не только подготовка к череде праздничных мероприятий, но и подведение итогов уходящего года. Чем может гордиться Железноводск в 2018-м? С этим вопросом мы отправились в город-курорт. Отдохнуть, конечно, не удалось, но зато узнали много интересного. Вот наш видеоотчет. Работы внутри и снаружи городского дворца культуры в самом разгаре. Такой масштабной реконструкции здание не видело за всю свою почти 40-летнюю историю. Все три этажа, а это 12 тысяч квадратных метров помещений, изменятся до неузнаваемости. Произвели замену всех сетей. Новая отделка, новый паркет, новое оборудование, новое оборудование концертного зала, новое кресло, новый свет, новый звук. То есть я думаю, что по уровню комплектации и качества отделки таких объектов в крае на сегодняшний момент можно такие объекты пересчитать по пальцам. На капитальный ремонт дворца культуры из краевой казны выделили более 300 миллионов рублей. И это не считая нового оборудования. Оно в бюджете идет отдельной строкой. На фасаде установят два больших экрана, изменится и территория вокруг здания. Обновится площадь перед ним, часть прилегающих улиц. А это каменная лестница, ведущая в курортный парк. И она тоже была реконструирована в 2018 году. А еще на ней появился официальный логотип города-курорта. Кружка. Именно из такой посуды по традиции отдыхающие пьют целебные воды. Кстати, сам логотип официально зарегистрировали тоже в уходящем году. А еще в этом году гости курорта смогли впервые прогуляться по обновленному теренкуру. Он стал первым объектом в стране, восстановленным за средства курортного сбора. Тротуары выложены плиткой, установлены новые скамейки и бордюры. А столбики, отмеряющие дистанцию, теперь украшены названиями и иллюстрациями к произведениям Лермонтова. Именно поэтому маршрут называют Лермонтовским. Его открыли совсем недавно, но отдыхающие уже оценили комфорт и красоту новой тропы. В этом году просто чудесно все стало. Чище гораздо стало. Не только вот именно курортная, это маленькая площадочка полностью. Вот мы ходили по городу вообще прекрасно, все хорошо. За теренкур вообще низкий поклон. Молодцы, просто молодцы. Дышится даже, кажется, легче. Идется, и хочется идти именно по теренкуру гулять. Но построить инфраструктуру мало. Ее нужно еще сохранить. Ведь буквально в первую ночь после открытия нового теренкура вандалы разрушили несколько скамеек и столов. Уже на следующий день все восстановили и подготовили так называемый план безопасного парка. Прежде всего он предусматривает установку видеонаблюдения. Также есть в планах осуществление патрулирования народными дружинами. Патруль народной дружины будет обеспечивать безопасность общественную как по центральной лере курортного парка, так и по теренкуру. Чтобы у нас не было вандализма, не было других происшествий, совершения правонарушений. Кроме того, в 2018 году в Железноводске открыли обновленный, а по сути новый городской парк. Ему присвоили имя Станислава Говорухина. Он частенько отдыхал в Железноводске и приложил немало сил, чтобы вернуть региону КМВ статус здравницы всей страны. В парке, названном в честь него, удобные тротуары, чистый пруд, детская и спортивная площадки, роллер-дром. Эта территория моментально стала местом притяжения пенсионеров, молодежи, родителей с детьми. Очень хорошо выглядит, хорошо. Приятно по нём гулять с детками, катать коляску. По крайней мере, он спит уже два часа с половиной. Всё красиво, всё хорошо, спасибо. А накануне Нового года в городе появилась даже собственная валюта – курортный рубль. Железноводские деньги можно заработать в различных конкурсах и социальных акциях. Курортный рубль – это наша валюта, при помощи которой все отдыхающие, все наши гости нашего замечательного курорта Железноводска могут обменивать на различные свои желания сувенирную продукцию, сладости, угощения, билеты, лотерейные билеты. Всё, чем богат наш курортный парк. Но если быть оригинальными, то во всём решили в Железноводске. Здесь даже традиционные новогодние персонажи не как у всех. Дед Мороз с саксофоном, а в костюме Снегурочки – хозяйка горы Железной. Всё очень просто. Город Железноводск, и в нём хозяйствует хозяйка горы Железной. Сегодня я оделась в это замечательное новогоднее одеяние, чтобы всех поздравить с наступающим Новым годом. А ещё у нас очень большое преимущество, что резиденция Дедушки Мороза находится именно здесь, в Железноводске, на горе развалка в пещере вечной мерзлоты. Оценить обновление Железноводска в ближайшее время смогут многие россияне. Кавминводы уверенно вошли в пятёрку самых популярных курортов России в новогодние праздники. Илья Захаров, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. На Ставрополье увеличивается объём производства мясной продукции. В целом, за последние пять лет рост составил более 35%. Среди лидеров – производители мяса, птицы и свинины. О развитии животноводства говорили на коллегии Краевого Минсельхоза. Озвучили и проблемные вопросы. Среди них – производство яиц и молока. В планах – модернизация целого ряда молочно-товарных ферм и существенное увеличение поголовья. Кроме того, необходимо выводить животноводческую продукцию на внешние рынки, подчеркнул губернатор Владимир Владимиров. Увеличение экспортного потенциала сегодня – одна из основных задач для всего сельскохозяйственного комплекса региона. Сегодня каждая пятая тонна зерна в Российской Федерации на экспорт продаётся, выращенная вашими руками. Наша задача – поднять нашу мясо курицы, хотя оно сегодня отлично продаётся, но и дальше вести. Конечно же, проекты орошения земель, то есть увеличение производства. Мы уже сегодня видим этих проектов на 60 тысяч, но всё-таки задача наша – 100 тысяч гектаров ввести за эти пять лет в орошении. А в Росстате подсчитали, во сколько обойдётся накрыть новогодний стол жителям каждого из российских регионов. Оказалось, что самое дорогое праздничное меню в Москве. Набор продуктов на одного человека там стоит 2800 рублей. Меньше всего, если верить статистике, потратят жители Чеченской Республики примерно 1900 рублей. Где в этом рейтинге Ставрополье и сколько здесь придётся заплатить за оливье и селёдку под шубой? Леонид Нечапуренко решил подкрепить официальные данные личным опытом и отправился за покупками. Для мужчины, который собирается на рынок или в магазин, самое главное – иметь под рукой список покупок. Для чистоты эксперимента в нём не предусмотрено каких-то необычных кулинарных решений. Это будет классическое новогоднее меню. Оливье, селёдка под шубой, холодные закуски, фрукты, овощи, напитки, ну, из мяса что-нибудь. Набор стандартный. Посмотрим, сколько денег понадобится, чтобы купить все компоненты. В начале списка овощи для салата и фрукты для праздничного настроения. Все покупки сверяем с данными о ценах, что предоставили в Северокавказ-Стате. То, что дороже средних значений, оставляем на полке. То, что дешевле – берём. Несмотря на будний день, в торговом зале довольно людно. Видно, покупатели запасаются новогодними продуктами впрок. И у каждого своя арифметика. Во сколько же им обойдётся аппетитный праздничный стол? Ну, может быть, тысяч пять. На двух, ну, писть десять. На двух. Ну, я живу одна, ну, правда, луком хожу. Ну, примерно пяти-шести тысяч. Ну, если так считать, так. Бутылка шампанского, бутылка водки. Это много, это, говорится, ну, грамм триста водки, но шампанское пол. Ну, грамм триста колбаски какой-нибудь, нарезку общую туда-сюда. Ну, где-то полторы-две тысячи. Без горячего блюда стол вряд ли окажется сытным. Поэтому не проходим мимо мясного отдела. Раздел «Холодные закуски» заполняем колбасой, сыром и ещё одним деликатесом. Красная икра – это, конечно, роскошь. Это, разумеется, дорого. Но праздник всё-таки. К тому же статистика утверждает, что именно красная икра в России сейчас дешевеет. Если брать объём за год, то примерно на 13%. Сейчас средняя цена за килограмм икры – 3800 рублей. Но вот здесь можно даже за 3100 взять. Выгодная покупка надо брать маленькую, самую маленькую баночку. Кстати, сильнее всего из продуктов в 2018-м подоржал репчатый лук. Рост в 22%. Кого-то может и заставить прослезиться. Существенно дороже, чем в начале года, стоят теперь куриные окорочка, консервированные овощи, яйца, сыр, варёная колбаса и мясные копчёности. Впрочем, есть у статистиков и хорошие новости. Заметно дешевле, чем год назад, стали огурцы и помидоры. Видно, помогли новые теплицы, что появились в 2018-м. Компанию овощам и красной икре в этом списке составляют яблоки, селёдка и сладкая выпечка. Из кондитерских изделий снизились в цене конфеты шоколадные и глазированные, торты, зефир и пастила в среднем на 1,4-2,3%. Также подешевела алкогольная продукция. Водка на 1%, коньяк отечественный на 6,9%. А вот шампанское в минувшем году подорожало, но купить его всё равно надо. Конечно, лишь статистики ради. Остались компоненты для майонезных салатов, зелень, хлеб, приправы. Во фруктовую вазу к мандаринам добавляются яблоки. Они в этом году на Ставрополье стали дешевле на 12%. К тому же, похоже, что эти плоды теперь одна из визитных карточек нашего региона. Список исчерпан, пора отправляться на кассу. Я подбирал продукты из расчёта на одного человека, и такой вот предновогодний продуктовый набор в итоге обошёлся примерно в 3200 рублей. Но это с икрой и шампанским. Это не московские цены, это где-то средний уровень российских регионов, как его посчитал Росстат. Осталось дождаться новогоднюю ночь и за праздничным столом загадать желание. Например, попросить материального благополучия, и чтобы цены больше не росли. Леонид Нечапуренко, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Новогодние праздники должны пройти безопасно. Проверить места, где во время торжеств будет особенно многолюдно, такое поручение дал губернатор на заседании антитеррористической комиссии. Все мероприятия, детские ёлки и праздничные ярмарки в крае можно будет проводить только после того, как обследуют безопасность площадок. Также проверят противопожарную защищённость мест массового скопления людей. Массовые мероприятия любого уровня строго запрещено проводить без уведомления правоохранительных органов. Напоминаю о том, что должно быть исключено использование пиротехники в зданиях. Дополнительное внимание стоит уделить проверкам объектов хранения пиротехники. Вместе с этим губернатор поблагодарил тех, кто обеспечивал безопасность на Ставрополье в 2018-м. Год выдался насыщенным, и все мероприятия в целом прошли без серьёзных происшествий. Таковы главные новости Ставрополья к этому часу. Хотите знать больше? Заходите на наш сайт stv24.tv. В студии был Илья Захаров. Всего доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА